Топ 40 скрытых функций секреты и интересные фишки для мерседес W211 Скрытая функция зажигалки на мерседес W211 Для того чтобы использовать прикуриватель вам надо чтобы ключ был в замке зажигания Вот снимаем ключ, прикуриватель больше не работает Сейчас работает, вот показывает волтаж 13 вольт, 13,1 вольт Мы можем сделать так чтобы прикуриватель работал без ключа Для этого мы снимаем крышку предохранителей Вы перемешайте вот этот предохранитель 15 амперов направо Но смотря на какой комплектации, может у вас будет этот Из этих двух вы должны переместить направо Неважно какое, если это не получится попробуйте вот это Конкретно в нашем автомобиле надо переместить на право Конкретно вот этот предохранитель Показывает волтаж 12,6 вольт Прикуриватель работает уже без ключа Вход в инженерное меню на команд Для того чтобы входить в инженерное меню нажимаем и держим кнопку приключения звука Кнопку END и кнопку SERV одновременно Это вход в инженерное меню Открытие дверей с пульта Два режима Когда вы закрываете двери А потом открываете двери Открывается все 4 двери Можно изменить режим И при первой нажатии открывается только водительская дверь И при повторном нажатии открывается только все 4 двери Для этого вы держите оба кнопки на 10 секунд Пока не моргает красная лампочка Красная лампочка моргала Все значит функция изменились После этого когда вы закрываете двери Как изменить логотип Mercedes-Benz при старте на AMG Как изменить логотип Mercedes-Benz при старте на AMG Для этого нажимаем и держим кнопку 5, 3 и 7 Для этого нажимаем и держим кнопку 5, 3 и 7 Как проверить уровень масла в двигателе на Mercedes-Benz W211 Как проверить уровень масла в двигателе на Mercedes-Benz W211 Открываем ключ на первое положение Идем в меню где написано скорость И 3 раза нажимаем на кнопку сброса После этого идем дальше И открываем ключ Показывает 4,6 литра Как разблокировать видео в движении Для того чтобы входить в инженерное меню Нажимаем и держим кнопку приключения звука Кнопку End и кнопку Serve одновременно После этого нажимаем 1,3,8 Потом 1,4,7 И ставим на ОФ И ставим на ОФ Функция Rest на Mercedes-Benz W211 После выключения двигателя Вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева салона, но не более 30 минут Функция SBC Stop на Mercedes-Benz W211 Для того чтобы включить SBC Stop просто нажимаете на ручку круиз-контроля вниз Включается SBC Stop И эта функция удобна тем, что автомобиль сам держит тормоз Это удобно на пробках Когда нажимаете на педаль газа Автомобиль трогается с места, но SBC Stop все еще включен Ты просто отпускайте ногу с педали газа и автомобиль сам тормозит Это очень удобно в пробках Ты не нажимаешь тормоз Просто нажимаете на педаль газа Мучает даже 20-30 км в час И больше СБЦ Stop не выключается Но все равно как только Отпускайте ногу автомобиль сам затормозит Не останавливается Чтобы отключить функцию Режим туннеля на Mercedes-Benz Кнопка рециркуляции Если вы уже приближаетесь к туннелю и стекла открыты Вы можете нажать кнопку рециркуляции и держать Окна закрываются После туннеля вы опять нажимаете на кнопку рециркуляции И окна обратно возвращаются в те положения, которые были до туннеля Функция безопасное поднятие стекол Сброс сервисных интервалов Нажимаем кнопку сброса 3 раз Звучит музыка. Приходим из меню и посмотрим 15000 километров либо 365 дней, вскрытая функция противотуманных фар. Если у вас не работает один из двух поворотников, то вместо лампочки поворотника будет мигать противотуманная фара. Давайте посмотрим. Включаем правый поворотник. Вместо него работает противотуманная фара. Функция SBC HOLD на Mercedes. Режим SBC HOLD. Когда останавливаешься на светофоре, нажимаешь на педаль тормоза чуть сильнее и автомобиль сам держит тормоз. После этого, чтобы снять и отключить режим HOLD, либо нажимаешь на педаль тормоза сильнее, либо нажимаешь на педаль газа. И переключаем на SBC HOLD автоматически выключается. Вот функция дорога домой на Mercedes. Для этого нажимаем сюда. Входим в меню Lighting. И переключаем на SBC HOLD. Отпустим 3. И дальше ставим время. После скольких секунд фары должны выключаться. Можем ставить 15, 30, 45, 60. Оставим 15. Приходим из меню. Заводим двигатель. И после того, как мы выключаем двигатель, фары остаются включенным. Противотуманные фары 15 секунд. Габаритные фары и противотуманные фары на 15 секунд. И как только мы открываем дверь, фары снова включаются. Вход в скрытое меню. Переходим в меню, где показывает километр. И три раза нажимаем на кнопку сброса. Вот это скрытое меню. Здесь также можно проверить масло. Я уже этого сказал. Строка состояния. Вместо температуры скорость. Вместо градуса сделать, чтобы показала скорость. Это очень удобно, когда на экране вы ставите, допустим, расход топлива. А здесь можете видеть скорость автомобиля. Проверка масла в АКПП 722,6. Отсюда вы можете проверить масло в АКПП. Вся процедура проверки масла есть в отдельном видео. Я оставлю в описании. Как правильно заводить двигатель на Мерседес. Как сбросить адаптацию АКПП 722,6 на Мерседес. Открываем ключ на второе положение. Нажимаем педаль газа до упора. Нажимаем кнопку кикдауна и держим 30 секунд. Двери не открываем. Ничего не трогаем. После 30 секунд отпускаем педаль и заводим двигатель. Адаптация сбросилась на заводские настройки. АКПП будет заново адаптироваться под вашу стиль езды. Как снять АКПП с паркинга без АКПП или без ключа? Это понадобится во многих случаях. Например, при отказе тормозов АКПП блокируется. Вы можете разблокировать АКПП и переместить автомобиль самостоятельно. Либо когда у вас села батарея и надо снять автомобиль с паркинга. Как настроить аналоговые часы с помощью бортового компьютера? Здесь, если у вас стоит синхронизация часов, обязательно выключаем, потому что в этом режиме вы не можете настроить часы. Обязательно выключаем синхронизацию часов, а потом только далее. Здесь настраиваем время. Плюс, минус, вверх, вниз. Опустим 13-12 часов. И после этого, когда вы настроили время, нажимаете на кнопку сброса. А потом настраиваете уже дату. Плюс, я выполнил. Теперь обязательно протяжколы увеличим вас в новом режиме. Также ела известная песня Jaredegan. Надеюсь, что бизнес дома перед 죽ом в течение 10 лет Andrew Павловщины coronavirus, Надеюсь. Скрытые функции климат контроля Нажмите и держите кнопку REST или OFF и REST для входа в скрытое меню Полный список значений на русском будет в конце Нажмите и держите кнопку REST или OFF и REST для выхода из меню Функция круиз контроля Скорость 30-40 км в час И включите круиз контроль После выключения вы можете вернуть скорость, которая уже в памяти Когда нажимаете круиз контроля на себя Когда нажимаем ручку на себя, автомобиль вернет скорость 33 км в час То есть автоматически затормозит до 33 км в час То же самое и наоборот Допустим вы ездили там 60 км в час И включили круиз После того как выключили круиз Вы можете вернуть ту же скорость что и в памяти Просто нажимаете на себя Автомобиль сам разгоняется до 51 км в час Функция легкий вход и посадка на Mercedes Вы можете включить только регулировку руля или руля и сиденья вместе Включаю только регулировку руля Регулирую руль как неудобно во время езды Как только я снимаю ключ, руль поднимается, чтобы я легко выходил из автомобиля Решение проблемы Эмиссион инспектор Нажимаете три раза кнопку сброса Нажимаете три раза кнопку сброса И вот здесь Входите в это меню И вот здесь стоит ноль год, вы можете ставить 20 или 30 лет Вверх и с этой кнопки ставите 30 лет Потом вниз и подтверждаем То же самое делаем из другого меню Вверх и с этой кнопки ставите 40 Опять вниз и подтверждаем Если после этого у вас ошибка не пропадет Выходим из меню, ошибка больше не должна появляться Но если у вас опять будет ошибка, то настройте обязательно дату на автомобиле Отключайте синхронизацию часов, чтобы настроить дату И настраивайте дату Вот здесь стоит 2001 год, вы делаете 2019 И выходим из меню После этого не будет у вас никаких ошибок Функция Key Dependent на Мерседес Привязка ключа ко всем настройкам автомобиля Привязка ключа ко всем настройкам автомобиля Привязка ключа ко всем настройкам автомобиля О ПОДПИСМЕНТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Обучение стеклоподъемников после снятия батареи Режим, который вы нажимаете и отпускаете руку и окна сами поднимаются, сбрасываете после снятия АКБ Чтобы заново запрограммировать, вы просто поднимаете стекла и держите на несколько секунд Как регулировать силу открытия багажника на Мерседес Продолжение следует... Как настроить автоматическое складывание боковых зеркал на Мерседес Продолжение следует... Как заменить пилевой соломный фильтр Продолжение следует... Продолжение следует... Скорость на главном экране Вы можете изменить, чтобы здесь показал вам скорость, а здесь на большом экране показал температуру Для этого входим в меню настройки Для этого входим в меню настройки Вверх Первое меню И здесь можем это меню изменить на скорость А следующем меню на главный экран Изменить на температуру И выходим из меню У вас на главном экране уже показывает температуру А на маленьком на статус баре показывает скорость Как снять ограничение скорости на Мерседес Стоит 160 км в час ограничения Регулировка подсветки салона И вот регулировка свет салона Можете ставить 10, 15 или 20 секунд Сейчас было 10 секунд Давайте ставим 15 секунд Свет выключится через 15 секунд И выходим из меню Если сейчас снимем ключ, то свет салона выключится через 15 секунд Как изменить спидометр с миль на километр или обратно Субтитры создавал DimaTorzok Проверка дополнительной батареи на Mercedes W211 и W211 Давайте проверим заодно Мы недавно заменили Месяц назад Посмотрим 12,66 вольт 254 вольт Даже больше чем заявлено 200 100% Жизнь и заряд Все в порядке Вы тоже можете проверить свой дополнительный аккумулятор Это именно для SBC блока Это очень важно Как поменять Фаренгейт на Цельсий и наоборот Месяц Месяц Как отключить автоматическое включение ближнего света в дневное время? Когда в дневное время вы заводите двигатель У вас будет постоянно гореть ближний свет Вы можете выключить эту функцию Входите в меню Lighting И ставите мануал Отключение функций автоматического запирания дверей Как изменить язык в бартовом компьютере? Открытие и закрытие всех стекол с брелька Всем спасибо за просмотр, если вам понравился видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал Всем удачи на дорогах Субтитры сделал DimaTorzok